Володя пошел, откуда начинать вот этот Камагориха. Нет, это когда Камагориха или лагерный пруд. Вон откуда начинать надо. Я не полез. Трава огромная, видишь, одна шляпа видать только. Ну-ка на комарник. Вот он дошел, развернулся и начинает махать. Ну а дальше там это домики, вот это тоже лагерные. Вот это вот Роман строил. Был такой человек. А вот здесь вот, среди ветлин росла огромная высокая береза. Прямоствольная, редко такое. Ну красота, не знаю. Я хотел тут как-то сделать, чтобы там отдыхать можно было. Ещё подобного. Был тут священник Желтухин. Ещё, ещё. Спилил её и всё. Мешали её ветки, будто бы Володя упал даже. Ветки мешали связи электрические, ну, телефонные. Ну, глупости. Ничего не посадил, гвоздя не забил. Был такой человек, Желтухин. Ребятишек. Столько было у него и... Володя не видно, почему он в эту вне избинка зашёл. Я говорю, ты сейчас по дорожке пойдёшь... Вот он где. Замеряем продольные. Канавы тут такие очень неудобные. Мы будем точно знать. Потому что на карте там воды нету сухое место. А нынче мы именно воду замеряем. Это рядом шалаш остались. Что от него. Тридцать восемь. Тридцать восемь. Тридцать двинник. Чорок. Чорок один. Чорок два. Чорок три. Чорок три. Чорок четыре. Это наш лагерный огородчик, малина, тут все было, когда Наталья Николаевна Приходько была, тут все сажала, много облепихи собирали, там ведрами, сейчас ничего нету, все заросло, мы не успеваем, просто заросли. Так, где-то остановись потом, меня дождись, не забывай сколько там у тебя. Значит так, ты сейчас по прямой как идешь, так и идешь, то все ровно, и там где-то себе крепко запомнить цифру, которая у тебя будет. У вас пальцы торчат. Пальцы торчат, я заубираю. Дойдешь там, и тогда перехлестни, сколько ширина, дальше ничего не нужно, до конца дойди. Там, да? Да, потом мы когда-то сваи посчитаем на лодке. Все, дойдешься сейчас, где-то себе черкни или запомни хорошо. Я понял. Ну, одну цифру-то можно запомнить? Можно. Давай. Еще рамы были здесь. Комарьяны еще много. Это вот наш был пирс, вот его как разнесло. Вон там доски поймали, вытащили. В другом месте где-то. Вода поднимается, а лед. Сила неимоверная. А мы так захолачивали с трудом. Слай вырвало, все, ничего не осталось. Володя пошел туда, мотает. Я вот он застану, отсюда увижу. Это вот что-то растет. Бабочка, какая красота. Улетела. Тут же щавель, кажется, растет. Скамейки. Тут крещение всегда было, нынешне не подойдешь. Батюшка говорит, пологорода, говорит, у меня в воде плавает. Это подняли. Все-таки мы добились своего. Можно рыбу разводить. О чем рассуждали? Это раздевалочка одна. А тут сделали вторую. Более современную. Я сейчас пробираюсь сюда. А Володя там ушел. А здесь у нас под водой видно. Были перилцы, держаться за них, когда крещение шло. Но они были выше воды. А сейчас под водой оказались. Не знаю, тут можно видеть, не видеть. Вот так. Говорят, ничего не сделать. Я все на это отвечаю. Да ничего еще и не делали. А когда будем делать, получится. Почему? А благословение Господне. Вот дальше видно, вот этот оазис, на который покушаются недруги. Это лагерь. Вот как на него покушаться? Красота такая, что бульдозерами свалить. Что-то заняли или что-то. Изуверы. Просто изверги рода человеческого приходят к власти. Виноват Путин. А при чем тут Путин-то, когда сами себя спутали грехами? Путин, Путин. Что он сделает, Путин? Я слышал рассказ, будто бы Петр Первый диктовал приказ, что если будет найдено, что взятка или воровство, а на цену веревки, на этой веревке повешен будет, о которой писал его там секретарь, то он это не пишет. Он говорит, что ж не пишешь-то? Да когда ты не царь, говорит. Как не царь? Не император. Да так, говорит, что весь все государство придется вешать-то. Мы с тобой двое останемся. Вот так. А здесь подогнали уже коров. Домой гонят. А Володя, видать, на той стороне. У меня руки-то трясутся. Не видно. Идет, меряет. Меряет и все замеряет. Мы будем точно знать. Еще два небольших пруда, самые маленькие. Но мы их и там замеряем. Это он идет по дамбе. По этой дамбе, если бы пустить драглайн, он углубил бы метра на четыре. Хотя бы так. Это было бы дело. Ну, Володя идет. Вода чистая. Чистая-чистая вода. Кто разрешил купаться, а у вас нет разрешения. В прошлом году вот такие жирные бабы, дается им власть. И вот она не пойдет работать теперь, коров дает. И вот она изгаляется. Я отвечаю, дети божьи. Пруд божий. А при чем вы тут? 200 лет. 200 лет купаются люди. Берут воду, ничего нет. А они должность сделали только через них. Иначе все переморут. Ну, более глупого положения-то придумать нельзя. Вон он, Володя. Продолжает дальше отмерять. Вот вплотную подошел к сливу. Там видно, что слив. Он оттуда поволокется дальше замерить. Настолько добросовестный человек. Это я отмахиваюсь от комаров, поэтому меня так трясет. Как только он дойдет, я сразу выключу. Начну отбиваться от комаров. У меня на руках тут и рукавички. Что-то там бьется. Вот так вот показываю я свои рукавицы. Здесь натянуты промежуточные нарукавники. Ну и на лице маска. Как называют на комарник или как назвать. Вот так. Тут стою. Все, дошел. Дошел, повернул назад. Ну, больше мне смотреть нечего. Я выключаю. Вот так вот.